Добрый день, дорогие друзья! На экранах ваших компьютеров вы видите нашу ферму. Родственники моей супруги очищают. Вчера они звонили, сказали, что полностью очистили якобы. Хотя до этого говорили, что ждут солнечные погоды, трава должна высохнуть. Ну не знаю, я не пойму, потому что через супругу постоянно приходится говорить. Она сказала, подойдет. И так, ну где-то я слышал, читал, что если трава будет лежать, то под ней уже не будут расти. Типа как компост, да? Не знаю, это правда, не правда. Но она этого не подтвердила, мама моей супруги. Она сказала, мы это все убрали, теперь надо деревья спилить. Кстати, на одном из деревьев нашли большое улье пчел, диких пчел. Мы срочно написали, связь очень плохая, написали смски, чтобы не трогали одно дерево, пять деревьев, разницы нету, десять деревьев. Если где есть пчелы, не трогайте. И даже сегодня утром, когда встали, видим, что не прочитал он, позвонили еще раз, еще раз попросили, чтобы, ну уже я имею в виду через межгород, чтобы не трогал деревья. Он сказал, не, я трогать не буду, все понятно и так далее и тому подобное. Ну якобы мама хочет посадить где-то в ноябре или в декабре рис, якобы в это время, может, вырастут кокосы, вот она привезла домой, должны раскидать, потом сажают якобы. Посадят кокосы на расстоянии девять метров. Я сказал, можно ли посадить между ними, там, четыре с половиной метра получается, папайю. Она говорит, да, можно. Потому что, понимаете, если делать бетонный забор, да, я имею в виду выставлять столбики, но это очень дорого, там, по-моему, 800 песо стоит один, по крайней мере, я там по Филиппинам смотрел, такие цены. А когда кокосы вырастут и вырастет, как говорится, папайя, то можно такую взять сетку или еще что-то, сделать забор потом. Не знаю, якобы хочет еще в это время посадить дурианы и другие фрукты. Ну, я спросил, какую сумму надо послать, потому что уже они начали очищать, уже очистились, когда только деревья осталось спилить. Мне она назвала 15 тысяч, говорит, на все хватит. Я сразу же отправил, все, деньги ушли. Кстати, к женщинам уходит, мужчинам нет. Отказали, значит, звонили мне с этого Western Union, отказали отправку брату. Ну, не знаю, по какой причине. Ну, мы с женой сказали, значит, это воля Всевышнего, что мы не будем тратить такие деньги просто так, да, вот, ну, для работы это хорошо, а вот, ну, для нас как раз это участок, там, и так далее. А вот это, конечно, чисто подарок был, но если так, такое решение принято, ну, что поделаешь. Хорошо, что ему деньги вернули, он заказал раму, он сказал, вернули, даже показал нам. Ну, а теперь по поводу стрима, там как раз задевался вопрос дачи, ну, начну с самого начала. Кто смотрел стрим, те увидели, что там появился фейковый аккаунт мой, аватарка моя, написано то же самое, ПМЖ и так далее. И стал писать разные глупости, чтобы люди подумали, что это я пишу. Я же вам сказал, вот эти представители команды Максима, я прямо говорю, это он там является основным человеком, он администратор этого чата, он руководит этим чатом. Он пишет, он там бросает, как говорится, палочки в костер, чтобы он не затухал. Я изучал полностью, вот, оскорбляет меня сам лично, все, полностью, все это я зафиксировал. Так что я не просто голословные слова говорю. Вот он стал говорить, я когда написал ему, говорю, ты не считай Мухаммеда, я говорю, вот, моя это, если нужно, я тебе позвоню в WhatsApp, он говорит, нет, у меня WhatsApp не работает. Я тогда в Telegram стал звонить, он трубку не взял, потом, после другого человека он взял эту трубку. Вот, кстати, я знаю, кто ему звонил, даже сегодня с ним разговаривал. Я сказал, ты что-то против меня имеешь, он говорит, нет, ничего не имею, все нормально, я ничего такого не говорил. Ну, не знаю, значит, показалось. В общем, я дозвонился Максиму, стал его просить, он стал уходить, говорит, что я там, будет, откуда я знаю, я буду читать, типа это, или, в общем-то. Ну, тогда мне пришлось сказать все, что я знаю. Не все, конечно, 100%, ну, определенную часть. В частности, я сказал, что на Максима и на других членов его чата подано заявление моей супруге, ну, естественно, я писал это заявление, ни от кого не скрываю, правоохранительные органы Филиппин. В несколько правоохранительных органов Филиппин, в том числе мы подали в администрацию президента и в администрацию мэра города Дававау, города Дававау. Почему? Потому что Максим непосредственно оскорбил и оклеветал мэра города Дававау, Сара Дутерта. У меня есть, как говорится, скрин, я его выставлять не буду, я даже в администрацию не стал лично писать ей, а написал в администрацию. Мне просто неудобно было вот эти слова повторять и даже скриншот там ставить, потому что, ну, это обида любого человека, тем более вот такого масштаба. Естественно, я прям заголовки сделал, когда мы отправляли имейл о том, что собирается убить президента. Потому что в этом сообщении Максим, кстати, отказывается, он говорит, нет, мы же о нем давно об этом говорили. Он потом отказывался в комментариях, я ему написал, говорю, я взял, включил, прослушал и даже написал содержание в комменте вот этого голосового сообщения инцела. И он успокоился, он не стал писать. А сейчас в стриме он обратно стал отказываться, говорит, что это мои якобы выдумки. Вот вам, пожалуйста, конкретный обман. Звонил мне, вернее, не звонил, но потом по сообщению он мне написал. Я утром в воскресенье встал, посмотрел, тяп-ляп. Ну, многие, кто постоянно в ютубе, они его знают. Но Максим даже с ним дружит. Я не хочу сказать, что Максим его попросил, может, он сам решил по своей инициативе узнать. И он мне спросил, Мухаммед, что там у вас там получилось, я там не в курсе. И я написал. Я там рано встаю, 6 утра встал. Я написал полностью, коротко, правда, о том, что они меня постоянно оскорбляют. Вот Максим непосредственно оскорбил сына Ингвара и моего сына и всех филиппинских детей. Типа, их судьба, я сейчас не дословно говорю, надо будет лазить по деревьям, по пальмам, собирать еду. А не учить азбуку английский там и так далее и там подобное. То есть он хочет сказать, что филиппинские дети, вот в лице Ингвара ребенка, моего ребенка, который уже знает в 1 год 8 месяцев английскую азбуку, уже читает, как говорится, некоторые строва в индекс-картах, да. Вот их судьба не учеба. Их судьба, короче говоря, лазить по деревьям и собирать еду. Я рассказал о том, что те карикатуры, которые есть на Западе, выпускали некоторые художники, так называемые, в отношении пророка Мухаммеда. Значит, также были опубликованы на этом чате и с соответствующими сообщениями. Касались ли они меня непосредственно, так как у меня имя Мухаммед, или они, кто писал. А это писал Виталий Сахно или пророк Мухаммеда, я не знаю. Но даже публикация вот этой фотографии, этого рисунка уже является оскорблением для всех мусульман. Даже в тот день, в воскресенье, я когда открыл их чат, я посмотрел, что человек, который живет в Западной Европе, он сделал пост, ну там сообщение, вернее, и в котором написал, что надо изменить Коран. То есть, обратно, чистейшее оскорбление. Если убийство президента, это является терроризмом, а вот оскорбление на основе религии, это экстремизм. Ну а то, что там Максим оскорблял меня лично, и остальные там, они соревновались между собой, я об этом даже не говорю. Мы об этом коротко написали, даже не стали писать конкретно, потому что мы никто. А в отношении клеветы и оскорблений Сары Дутерт это написали. В отношении того, что хотят убить президента, вот голосовое сообщение приложили, и еще кое-что. Здесь, на стриме, Максим сказал, что он перед поездкой зайдет в посольство и спросит. Но человек не разбирается, скорее всего, в работе органов, я имею в виду правоохранительных. Вообще, в таком случае я беру просто практику Советского Союза. Если не возбуждается уголовное дело, ну человек далеко, государство, в данном случае Россия, не выдаст его, это же все прекрасно знают. Никто не выдает граждан своей страны. Я написал даже об этом, я имею в виду, что необходимо выставить красный флажок в базе иммиграционной службы и по прибытии задержать и передать соответствующим службам, кто будет этим заниматься. Это было написано письмо в иммиграционную службу и в другие спецслужбы Филиппин. Поэтому посольство об этом не будет знать. И если даже будет знать, оно никогда не скажет. Потому что есть такое понятие, неотвратимость наказания. Кстати, мне кубанский майнер задавал всегда вопросы. Ну ты только говоришь, что ты напишешь, напишешь, ты никогда не пишешь. И на этом стриме он это сказал. Кубанский майнер, я всех своих подчиненных учил. Надо ждать, надо ждать, ждать, ждать. И когда наступит момент, вот тогда надо реализовывать те материалы, которые вы накопили. Вот ты видишь, если я сейчас бы обратился бы в правоохранительные органы России, либо, ну что там было, мне надо было бы ездить, сейчас целыми днями изучать его пятичасовые стримы. И что от этого, какой результат? Ну, условно дадут, тоже там не какой-то рецидивист. Все. Ну, копейки какие-то мне дадут, там, возьмисят моральный ущерб, материальный ущерб. Ну, что это такое? Не, деньги не нужны, я не нуждаюсь. А вот сейчас, однозначно, на Филиппинах будет возбуждено уголовное дело. Потому что, если кто слушал мои новости, знает, что один просто написал пост, где предложил там определенное количество денег тому, кто убьет президента Дутерта. Его сразу задержали, буквально на следующий день. Кто слушал другие мои новости, было оскорбление со стороны журналиста. Я не помню, как, СБСЕ, как-то у них называется, там, четыре буквы. Шесть лет лишения свободы. А до этого я вам говорил, что на Филиппинах от двух лет до четырех лет за клевету. И теперь, обратите внимание, в России нет такого понятия клевета, совершенная группой лиц. Где есть, значит, человек, который возглавляет эту группу, есть простые исполнители. Такого нет. А на Филиппинах, как я понял, я ранее цитировал некоторые моменты из Уголовного кодекса, там есть такое понятие. То есть, это является отягчающим обстоятельством. Вот поэтому я дождался того момента. Если вы помните, я ранее сколько раз просил, даже наш лаки-дядя сказал, что он там смеется, когда слышит мой голос, когда я говорю, пожалуйста, там, прекратите этим заниматься и так далее, и там подобное. Ну вот, кстати, про него я тоже написал. И написал, как его выявить, и где, и так далее, и там подобное. Вот так что, добро пожаловать на Филиппины. Приезжайте. Вы не послушали моего совета прекратить все это. Я сказал, я закрою глаза, я прощу все это. Вы продолжали, продолжали. И тех людей, которые случайно заходили на этот чат и что-то говорили, давайте прекратим этим заниматься, просто давайте про Филиппины будем говорить, вы на них нападали. Даже когда ваши два лидера, можно так сказать, решили прекратить все это, мировое соглашение со мной подписать, вы даже на них напали и сказали, как это, ты лишаешь нас развлекухи. Вот такое сообщение, вернее, было. Но это давно было понятно, что это не чат наши Филиппины. Вообще, как могут быть Филиппины ихними? Филиппины принадлежат филиппинцам, а не им. Кстати, это тоже повлияет на рассмотрение дела, что они хотели захватить власть, убив президента, еще написали, что это наши Филиппины. Вы просто люди, которые теряют свое время на сплетнях. Целыми днями сплетничать, целыми днями обсуждаете. Меня, Ингвара, других. Хотели проект делать в отношении Алекса Сибу. Вот сейчас, осенью, еще Максим подчеркнул, что у него есть доля в компании по созданию фильмов. Я в курсе, фамилия, имя, отчество, все знаю по поводу Максима. Я прекрасно понимаю, что в эту группу входят люди, которые никогда не поедут на Филиппины. Это Кубанский Майнер, Виталий Сахно и, возможно, некоторые другие, которые там проходят. А после сегодняшнего моего видео, я думаю, что и остальные не поедут, потому что всех их имена. И, по-моему, даже сейчас школьнику будет понятно, если более двух месяцев назад я написал, и все это контролировалось, ну, минимум, за то, что они там оскорбляли, вели себя некорректно. А я написал, что по мнению ученых, это было исследование, если кто помнит, я публиковал, потом просто удалил. Эти люди являются людьми, которые, ну, страдают определенными заболеваниями. Я не буду называть это, чтобы не сказали, что вот, Мухаммед, ты имеешь возможность говорить, а мы не имеем возможности ответить. Ну, зачем далеко ходить? Обратно же вот под этим стримом у Максима человек начал писать комментарии и оскорблять мою мать. Я даже не собираюсь, это уже второй раз, это тоже писали. Вот, я написал ответ, я говорю, ну, как можно оскорблять мать другого человека? Не имеет в виду мою маму. Это может быть сделать только человек, у которого была детская психологическая травма, то есть психологическая травма в детстве. И он уже хочет отыграться на всех женщинах, на всех матерях, и он это пишет. И вот такой тип людей собрался вот на этом чате, они сплетничают. Я говорю, вот любому человеку сейчас дай почитать, если они сейчас не убрали там многое что. Ну, все подтвердят это. Один человек спросил у меня, Мухаммед, а что ты вот это говоришь? Ну, это все уже понятно. Я понимаю, что для нормальных людей это понятно. Но есть еще у нас люди, легко внушаемые, которые верят всему. Не буду сейчас показывать пальцем, кто. Приходится им разъяснять, чтобы они имели понятие определенное. На это время мое заканчивается. До свидания. Счастливо. Всего хорошего. Да, еще одно маленькое дополнение. Ну, я ранее говорил, что человек из Европы в голосовом сообщении обещал заказать меня на Филиппинах, чтобы мне отрезали голову. Естественно, это тоже, хоть он удалил свое голосовое сообщение, было записано соответствующим правоохранительным органам Филиппин. Потому что это под контролем стоит. Я просто знаю эту систему. Это раз. И второе, Максим и ранее в стриме говорил, и в этом стриме он сказал, что если, значит, это правда, то, что я написал, а я говорю, это правда, то он со мной рассчитает в течение трех дней. А что он раньше сказал в стриме своем? Что он сделает так, то есть в форумах и так далее, и там подобных, в социальных сетях по месту жительства моего здесь, в Турции, разместить фейковые сообщения, и люди будут прятать своих домашних животных от меня. А на Филиппинах, если я буду жить, люди будут прятать своих маленьких детей. Ну, вы понимаете, в каком преступлении он хотел меня обвинить со своими фейками, а то, что они создают фейки, вы видели уже. Даже вот последний фейк сделали, как говорится, аккаунт мой в Ютубе. Так вот, я хочу сказать Максиму. Максим, если с твоей стороны будут предприняты какие-либо меры, я тебе говорю, что в октябре месяце принимается новый закон о выселении ответственности за клевету и оскорблений в интернете. В Турции. За оскорбление два года, а в России административная ответственность. За клевету пять лет, а в России до двух лет и почти 100% условно. Я не угрожаю тебе, я просто говорю, если ты сделаешь фейки, со своими друзьями твои друзья сделают, разницы нету мне. Как говорится, мы граждане России, я помню, писали о ней. Кстати, этот человек тоже был выявлен, и сообщено его номер, телефон и так далее, IP-адрес и тому подобное. Значит, я обращусь к правоохранительным органам Турции, и если ты куда-то здесь выйдешь с России, то буду ставить вопрос, чтобы запросили и экстрадировали тебя. Это возможно, можешь пойти к любому юристу и уточнить. Вот поэтому я не подавал заявление, потому что дважды за одно и то же преступление осудить нельзя. Это не угроза, это просто разъяснение. Не только тебе, но и всем остальным друзьям. Если вы будете сидеть в России, сидите, будете продолжать. Я умею ждать, я дождусь и обращусь, когда будет необходимо. Имейте это в виду. Обратите внимание на более умных людей, которые раньше писали на этом чате. Они резко ушли. Они просто понимают, что все это находится под колпаком. Я имею в виду ваш чат. Я не могу это утверждать, я просто, зная работу правоохранительных органов, делаю свое предположение, чтобы для выявления преступной деятельности нужно документировать. А как документировать? Естественно, вести это под контролем. Это чат. Поэтому я говорю всем, кто там не причастен, лучше всего удалите свои аккаунты с этого чата. Если вы даже ничего такого не писали, ну извините, пожалуйста, выявить вашу фамилию, поставить там флажок напротив вашей фамилии, ну ничего нету, ничего там не писали против, как говорится, в крайнем случае вас не пустят на Филиппины. Все. Это минимальное. Еще раз обращаю внимание на остальных членов вот этой группы. Имейте в виду, вот я еще раз вам говорю, пожалуйста, прекратите свою деятельность, потому что я дождусь того момента и обращусь, когда будет это необходимо. У меня уже, можно сказать, есть возможность на одного и на второго обратиться и будет достаточно. Там, я думаю, даже и мне не надо будет приезжать. И не надо много изучать. У меня практически все скрины есть. Это просто предупреждение, можно сказать, пресечение и профилатика преступлений. Еще раз обращаюсь к нормальным, добропорядочным нашим соотечественникам. Не верьте всему, что они говорят. У них обман на обмане. Если кто-то сомневается в чем-то, пожалуйста, есть ватсап мой, звоните плюс 90 552 633 4388 Я вам отвечу на все ваши вопросы. До свидания. Счастливо. Всего хорошего вам. субтитры